Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я ее ведущая Марина Комиссарова. Сегодня в нашей студии Дмитрий Парсуков и Евгений Баранцев. Евгений является соавтором книги вместе с Александром Анитовым «Война. Письма домой». По этой книге наши сегодняшние гости начали снимать фильм. Итак, Женя, начнем с того, как ты написал эту книгу, кто является героем, о чем эта книга. Книга «Война. Письма домой», написанная мной в соавторстве с Александром Анитовым, по сути составлена из писем одного единственного красноармейца, рязанского парня Арсения Благонравова. Значимость этой книги для нас с Александром заключается в первую очередь в том, что Арсений Благонравов написал 150 писем с фронта и из госпиталя, и из учебки. То есть это один из немногих случаев, когда такое количество писем о военном времени написано одним конкретным человеком. В своих письмах он довольно подробно изложил картину армейского быта, начиная с 1941 года и заканчивая 1944 годом, когда, собственно, его след на фронте теряется. Книга была написана нами в прошлом году. Презентация состоялась в канун праздника 9 мая. Затем при подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы мной был изложен ряд предложений правительству Рязанской области касающихся праздника. И вот правительство остановилось на варианте экранизации этой самой нашей книги. В начале уже этого года мы и приступили к этому процессу, но о нем, наверное, более подробно нам расскажет наш режиссер. Да, как раз хотелось бы отметить, что команда, съемочная группа состоит, можно сказать, из энтузиастов, то есть при этом профессионалов своего дела, которые выразили, можно сказать, добровольное желание поучаствовать в съемках фильма. И режиссером является как раз Дмитрий. Дмитрий, расскажите о том, как проходят съемки и какие этапы уже завершены, на каком этапе сегодня находится фильм. Значит, часть съемок, можно даже сказать, наверное, половина съемок уже проведена. Здесь следует уточнить, что фильм это документально-игровой, и мы снимаем как игровые, так и документальные кадры. Сейчас мы сняли несколько игровых сцен, где играли наши и друзья, и, в общем-то, профессиональные актеры. Скажу, что в главной роли нашего героя Арсения Благонравова играет актер театра «Переход» Слава Журавлев. Мы очень довольны знакомством с ним и работой, естественно, его. Сейчас только-только мы вернулись из экспедиции в Заполярье. Там мы посещали место последнего боя нашего главного героя. Что касается главного героя, его образа. Начнем с того, что это реально существующий боец Красной армии Арсений Благонравов. Что удалось узнать, как по крупицам удалось собрать именно образ этого героя? Что это за парень? Какой он? Каков его возраст? Какова его семья? Почему он так много песен писал? Может быть, как автор расскажешь, как автор книги и журналист? Да, действительно, Арсений Благонрав – это реальный человек, молодой парень, который родился в 1923 году в интеллигентной семье. Папа и мама его были преподавателями, он был единственным ребенком в семье. В 1941 году он закончил школу в Рязани, ныне это вторая гимназия. Успел поступить в педагогический институт на физико-математический факультет. Осенью того же 1941 года с институтской скамьи был призван в ряды Красной армии. То есть, по сути, сразу после школы его призвали на фронт. Его фронтовой путь прослеживается с осени 1941 года по осень 1944 года. Он был, как я уже сказал, единственным ребенком в семье. Соответственно, можно сказать, наверное, что немного избалованный был. Или, по крайней мере, он очень любил и ценил своих родителей. Поэтому с родителями он ввел обширную переписку. К сожалению, сохранились только письма, которые писал он, потому что они приходили в Рязань и оставались у родителей. Вот таких писем набралось 150. Те письма, которые ему писали родители, а мы знаем из ответных писем, что они тоже ему часто и много писали, к сожалению, не сохранились. Или, по крайней мере, мы не знаем, где они. Но из письма Арсения рисуется его образ, такого интеллигентного молодого человека, который не принимает войну, не принимает всю эту жестокость, но вместе с тем и понимает, что раз страна оказалась в такой ситуации, то и он должен внести какой-то свой посильный вклад. Хотя, конечно, для него все это тяжело. Определенные физические нагрузки, определенный распорядок дня, определенные обязанности. Вот где-то он не совсем справляется, где-то он ведет себя геройски. Эти письма рисует облик молодого человека того поколения, того рокового поколения 23-22 годов, в котором практически все полегло на полях сражения. Хотелось бы еще немного о съемочном процессе. Все эти образы вырастают благодаря тому, что вы с Александром вместе написали эту книгу, благодаря тому, что Дмитрий, как режиссер, выстраивает рабочий процесс. Кто еще участвует в съемках для того, чтобы создать антураж, костюмы? Кого пришлось задействовать помимо актеров? Значит, особую благодарность хочется сказать Сергею Николаевичу Карпову, нашему оператору, который с огромным энтузиазмом просто и своим великолепным профессиональным глазом, в общем-то, снимает наше кино. Значит, консультирует нас и держит нас в ежовых рукавицах наши реконструкторы. Такие ребята, два Тимофея. Ну и наши друзья, которые нас поддерживают и играют маленькие роли тоже в нашем фильме. И о географии фильма хотелось бы поговорить. В книге, на страницах книги встречается не только Рязанская область, но и Кольский полуостров, другие регионы нашей необъятной родины. Каким образом? Вот на Кольский полуостров, вы уже сказали, вам удалось съездить. Но наверняка все места, все точки географии не удастся посетить. Что в планах? Что сможете посетить? И как будете выходить из ситуации, если нужно показать какой-то регион, в который не поедете? Действительно, мы, скорее всего, все точки, через которые прошел наш герой Арсений Благонравов, показать не сможем. Но мы для себя определили ключевые места, которые обязательно должны появиться в фильме. Что касается посещения этих мест, то игровые сцены, которые мы воссоздаем в нашем фильме, мы снимаем в Рязанской области. Понятно, что вывести в командировку большую актерскую группу сложнее, чем съездить нескольким людям. Поэтому в Рязанской области мы стараемся подобрать пейзажи, похожие на пейзажи Новгородской области и даже Кольского полуострова. И в этих пейзажах мы стараемся обыграть наши игровые сцены. Что касается линии документального расследования в нашем фильме, то собственноручно, можно сказать, посещаем вот эти вот ключевые точки, к которым относится река Ловодь в Новгородской области. Это Северо-Западный фронт, на котором довольно долгое время воевал наш герой Арсений Благонравов, где получил ранение. Это поселок Шексна в Вологодской области. Куда он был отправлен в госпиталь, где лечился и где проявил свой творческий талант. Потому что наш герой – это не только боец, но это очень творческая личность, которая заряжала свои вот эти творческие энергии многие сотни и даже тысячи других бойцов. Это город Великий Устюг, где он учился на минометчика и получил офицерские погоны. И Заполярье, где наш герой принял свой последний бой и, собственно, где теряются его следы. Мы с вами до начала этой беседы уже обсуждали о том, чем должен стать этот проект вообще в результате. То есть, что вы пока в процессе хотите получить на выходе? Мы снимаем документальный игровой фильм. Длина его будет примерно часовая. И планируем показать его на очередную годовщину праздника 9 мая. Можно сказать, что книга, благодаря тем письмам, которые попали вам с Александром в руки, стала некой летописью войны, летописью одного героя, который, можно сказать, все вехи войны описал в своих вот этих на страничках, которые отправлял родным домой. Фильм станет ли такой же летописью или это все же больше расследования? – Тяжело сказать, потому что, правильно вы говорите, это летопись, но она отображает в первую очередь бытовую солдатскую сторону, и тем, наверное, она ценна, потому что многое в литературе документальной, художественной, в кинематографе документальном и художественном, вот касающемся как раз периода Великой Отечественной войны, говорилось о боях, сражениях, о геройствах, но практически нет бытовой этой стороны, чем питались, как питались, где жили, как обустраивали свой быт. Наша книга «Война. Письма. Домой» – она, наверное, в первую очередь вот об этой стороне войны, то есть это летопись такой, если можно сказать, обратной стороны войны. – Итак, а теперь вернемся к первопричине вообще всего происходящего, как письма, вот эти 150 писем попали к вам с Александром в руки, с чего началось все? – Началось все довольно-таки странно, началось все с того, что одна знакомая женщина попросила встретиться с ее мамой. Она знала, что я увлекаюсь темой Рязани в годы войны, а мама ее была ребенком войны, то есть родилась в военное время и кое-что помнила о войне. И она попросила встретиться меня с ее мамой, чтобы я записал рассказ. Мы встретились, ну, рассказ, ну, скажем так, был не очень интересный, но одна интересная вещь в нем проскользнула. Это, собственно, ее родственник Арсений Благонравов, который пропал на войне. Эта же женщина мне сказала, что вот другой ветвью этого красноармееца Арсения Благонравова является семья Анитовых. Вот, а семья Анитовых была мне знакома к тому времени. Ну, может быть, не очень хорошо, но все же фамилия была на слуху, и я решил побольше узнать об этом герое. И когда я обратился к Александру Анитову с просьбой рассказать у его родственника Арсения Благонравова, оказалось, что у них в семье лежит клад. 150 писем этого красноармейца с фронта. Соответственно, в одну из встреч с Александром мы начали разбирать эти письма, смотреть, читать. И чем больше мы их читали и разбирали, тем явнее становилось то, что это все необходимо опубликовать, потому что, ну, вот это некий исключительный взгляд на войну, который раньше никогда не представлялся читателем. Вот так, собственно, и начала зарождаться эта книжка. И уникальный случай, когда столько писем все же сохранилось, наверное. Хотелось бы отметить, что прежде, чем фильм будет готов, у съемочной группы появится тизер, который будет таким, скажем, анонсом предстоящего фильма. И тизер уже почти готов в этом году. Я думаю, съемочная группа его уже готова представить. Будем с нетерпением ждать, что же получится. Потому что, скажем, беспрецедентный случай, когда о нашем с вами земляке, рязанце, не только написана книга, но и снимается фильм. В нашей студии сегодня были представители съемочной группы, один из авторов книги об Арсении Благонравове и режиссер фильма. У фильма, кстати, пока нет названия, да? Пока нет названия. Есть только рабочие. Поэтому это тоже такая интрига. Будем следить за развитием событий. И думаю, еще не раз встретимся с представителями съемочной группы. А пока спасибо вам, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо Евгению и Дмитрию. Я же прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова